Здравствуйте дорогие друзья! Ролики у нас не веселые, потому что мы сегодня будем вам рассказывать о заболеваниях. О розах мы поговорили, теперь перешли в плодовый сад и у нас, к сожалению, есть уже первые признаки заболевания персиков и абрикос. Начнем с персиков и будем вам показывать, как выглядит курчавость листьев персиков. Это зрелище не для слабонервных. Очень печально мне смотреть на этот персик. Когда была необходимость и правильность обрабатывать, меня на участке еще не было. Теперь мы можем наблюдать последствия жесточайшие, как вы видите. Это воздействие грибка. Он зимует на растение всю зиму совершенно спокойно. Если бы зимы были морозные, такого бы пришествия не было бы вредителя. Но в связи с тем, что зимы сейчас мягкие, гнилые, грибок очень спокойно перезимовывает и вот последствия вы его видите. Чем закончится для персика сейчас это все явление. Все эти листья опадут. Примерно в июне начнется возобновление молодых листьев. Ни о каких плодах, дорогие мои друзья, мы не можем ни в этом году рассуждать, ни в следующем. Почему? Потому что в общем и целом сейчас растение как бы дважды пройдет свой вегетативный период. Сначала оно сбросит те листья, которые поражены, не жизнеспособны. Потом из молодых побегов, из молодых почек, которые проснутся, возобновятся, листья уже будут не зараженными. Но те почки цветочные, которые закладываются еще в этом году и дают плоды в следующем, будут, конечно, тоже поражены вредителем. Печально это выглядит. Я думаю, что я не одинока в своем горе. Теперь нам остается только поговорить, как бороться с этими с этим бедствием. И, кстати, меры борьбы, естественно, есть. Просто они мной были пропущены. Теперь обработку дерева я буду еще обязательно делать осенью. И вам заодно расскажу, чем я буду обрабатывать и как это будет делаться. Итак, дорогие мои друзья, если у вас такая же точно проблема, а даже если ее нет, то будьте уверены в том, что грибки распространяются. Из одного сада они перекочевают в другой. Для того, чтобы все-таки обезопасить свой сад, вы должны выполнять следующие требования. Но, во-первых, весною, к весенней обработки мы еще вернемся. Теперь поговорим об осени, которая у нас уже впереди. Когда растения будут осенью стоять уже в своем осеннем наряде, но еще при этом, при всем, они не сбросят листья, вам нужно будет обработать деревья, кроны их. Это касается слив, вишен, абрикосов. Не выбирая. Потому что грибные заболевания сейчас распространяются практически по всем абсолютно растениям. Вы обрабатываете крону 5-процентным раствором мочевины. Мочевина это удобрение, это будет не корневая подкормка. Очень важно. Мочевина совершенно, грибки ее не выносят. Поэтому старый лист, который еще остается на дереве, должен обязательно быть обработан мочевиной. Далее он упадет на грунт. Вы должны будете обязательно собрать все остатки листьев из-под дерева. Это обязательно. Никаким образом не давайте зараженным листьям остаться под деревом. Потому что весною этот грибок начнет прогрессировать. Поэтому листья упали. Вы приствольный круг полностью очистили от листьев. Их не должно быть. И следующий вариант, когда уже листьев не будет. Перед первыми заморозками обрабатывайте 3-процентным раствором бордовской жидкости. Это ваши осенние мероприятия, которые очень серьезно помогут дереву избавиться от грибка весной. А весной вам надо будет повторить эти же мероприятия. Но уже в несколько другом варианте. Касается весенней обработки. Вам нужно будет 2 раза поработать бордовской жидкостью. Первый раз бордовскую жидкостью вы применяете в фенофазе, так называемый, розовый бутон. Это когда вы видите, что вот-вот уже набухли бутоны. Это сигнал к тому, чтобы обрабатывать ваше растение. Вы должны будете 3-процентной бордовской жидкостью обработать крону своих деревьев. Прямо по листочкам и прямо под бутоном. Это очень важно. А после цветения обработайте 1-процентной бордовской жидкостью повторно. Я думаю, что вам радикально поможет. Грибковые заболевания будут сильно приостановлены. Грибки не смогут развиваться, развивать свои споры. Растение даст обязательно плоды. И все повторяется вновь. Пожалуйста, обязательно. Во-первых, возникновение грибка еще способствует загущенности самого дерева. Правильно вырезайте, пожалуйста, ветки у персика. Он не должен быть сильно загущен. Ветки не должны переплетаться. Центр всегда должен быть освобожден. Обдуваем ветром и солнцем. Поэтому, если вы видите, что ваш персик загущен, обязательно лишние ветки удалите. Оставьте их по периметру. Центральный ствол можно заглушать. Во-первых, вам удобнее будет собирать плоды. Дерево будет более компактным. А во-вторых, оно будет хорошо обдуваться ветром. Не будет создаваться прелость и сырость внутри кроны. Соответственно, грибку будет не очень приятно находиться на этом дереве. Итак, я вам сейчас рассказала, как борются с кучерявостью листьев. Листьев, они кучеряются не сами по себе, а потому что их заразил грибок. Поэтому, дорогие мои друзья, вам потребуется для борьбы мочевина и бордовская жидкость. Как ее пользуются и в какие сроки, я вам сказала. И Бога ради, не забудьте, пожалуйста, осеннюю обработку. Грибок спокойно уйдет в зимовку, весной набросится на ваше дерево. Поэтому еще с осени наносим ему непоправимый урон. Но это не все, что я вам хотела сказать. У нас впереди заболевания слив, вишен и абрикосов. Итак, продолжаем. Я не случайно объединила разные болезни в один ролик, потому что средства борьбы будут одни и те же. Мы сейчас поговорим о маниалюзе. Чаще всего он поражает, конечно, абрикосы. Но в последнее время этому грибку очень сильно понравилось. Он начал корчевать на вишни и на сливы. Первым признаком того, что что-то не так, выглядит то, что вот, например, сливы сейчас должны быть зеленого цвета зародышей. У нас они уже красные. Это говорит о том, что растение страдает. Слива легко отделяется, остается в руках. Она не может быть никаким образом красной в мае месяце. Как выглядит вообще маниалюз, я вам сейчас расскажу. Выглядит следующим образом. Растение распускает листья. Обычно это очень сильно страдает от этого абрикоса. Цветет очень обильно. После цветения вдруг растение начинает засыхать. Не просто отпадают бутоны и опадает зависть, а само растение сбрасывает листья. Они такие пожухлые, страшные. И все это выглядит очень неестественно. После того, как сбрасывают растение листья, оно через какое-то время начинает пробуждать спящие почки. Вновь появляются листва. Но плодовые почки, которые на этом растении уже побывали и были поражены грибком, они уже не жизнеспособны. Поэтому вы теряете урожай не только этого года, когда засыхают ветки, но и следующего года, когда закладывается урожай соответственно. Это страшнейшее заболевание. Пришло оно в наши сады не так давно, лет 20 назад. Пришло оно вместе с войлочной вишней, которую стали дальневосточная вишня, или китайская, как ее еще называют. Все ее прекрасно знают. Ее рекомендовали сажать в садах. Мы все дружно посадили. А она является хозяином грибка. Грибок вошел в наши сады, нашел в себе растения, которые ему подходят по духу и по вкусу. Соответственно, на них перекочевал. С тех пор болезни абрикос стали чистым бедствием, а теперь он еще стал поражать и сливы, и вишни. Каким образом мы действуем? Действуем точно так же, как с кучавостью персика, поскольку это грибковое заболевание плодовых растений. Все те же самые методы. Весной, в фазе бутона, так называемого розового, который вот-вот раскроется, мы обрабатываем 3% бордовской жидкостью. После цветения обрабатываем 1% бордовской жидкостью. Так что, когда идете к персику с его кучавостью, не забудьте обрабатывать, пожалуйста, и свои абрикосы. Осенью та же самая процедура. 5% раствор мочевины в крону мы добавляем, орошаем. И после этого, перед заморозками, когда уже листьев не будет на дереве, мы его обрабатываем 3% бордовской жидкостью. По-моему, все очевидно и все ясно. Двумя такими мероприятиями вы, во-первых, спасайте урожай благополучно персиков, абрикосов, слив, вишен. Поэтому идите, пожалуйста, по всему саду и везде применяйте эти средства. Дело в том, что многие грибковые заболевания, напоминаю, зимующим способом таятся под корой ваших деревьев. Находятся в земле, при корневом круге. Поэтому все листья, которые опали, должны быть тщательнейшим образом собраны, отправлены в компостные кучи. Дерево должно уйти совершенно, под ним в зиму должно уйти, здесь листьев не должно оставаться, крествольный круг должен быть чистым. После таких обработок, весной и осенью, я думаю, что урожай и деревья будут спасены. Это не шалости, не шутки, не лишние разговоры. Дело в том, что мы выращиваем деревья для того, чтобы с ним кушать урожай. Но грибки тоже не дремают. Поэтому тут кто кого, кто успел первый, тот и урожай съел. Надеюсь, все-таки, что это будем мы. С вами была Елена. Всего доброго. С вами был Игорь Негода.